Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но ведь это же явление такое Месяц и убрал Понимаешь? А если вот эти все брусочки Да Они съедаются Надо обязательно бивать жестью Или уголком Алюминием легким Да, этими банками пивными Да и у меня вот они Вот это Ее обиваешь по краю И все, и она не ест ее Вот Это раз Теперь Маточник должен быть темный У меня, например, для экономии На три яруса И ничего страшного Если там кролята А здесь никого Ничего страшного Но бортик обязательно 10 сантиметров Маточник Бывает гнездо В начале У дверки сделать И может вывалиться крольчата Только за это Бортик покажите 10 сантиметров Вот он Вот он Он тоже убирается, да? Нет Нет, он стационарный Потому что если там постилка Чтобы не прибавить Вот Это убирается Потому что это на месяц В возрасте месячного крольчата Я убираю его И подстилку убираю из маточника И получается клетка Клетка Вот чтобы Ну вот пускай люди Вот Понимаешь Клодника Для молодняка То есть Молодняк бегает вместе с самкой В 45 дней Я самку Забираю Сажаю ее напротив Они сидят дома До трех месяцев Трех с половиной Они еще не половозрелые Я их и не сортирую Они не дерутся Фронт кормления Вот кормушки Опрокидывающие Место Бункера Сетчатая перегородка Но наклон должен Примерно Гралсу 35 Когда сыпешь корм Я признаю Зерновой тип кормления Давайте перевернем еще кормушечку Пожалуйста Вот она Нет, вот вторую Пожалуйста Вот она Вот она Вот она Насыпали И перевернули Да Раз только Все Там Раз там Раз там Она несъемная Она стационарная Но на шарнирах Гвоздики Вот гвоздики Шарнир Весь шарнир Не надо тебе Ни токарный станок Ни фрезерный Что-то там Вон она Вот сейчас я тебе Вот она Вон она На чем На гвоздики Доска Тридцать лет Тридцать лет Просто Стоять Если не сгрызть У меня простояло Двадцать лет Была обита Одна сторона Больше Которого нет Один съели Один остался Куда он ее Блядь Мормон Задевал Не знаю Понимаешь Вот и все Почему зерновой тип Кормления Про наклонный пол Давайте еще И про Наклонный пол Про сеточку В этом самом Так В задней части В задней части Находится сетка 15 сантиметров Десять Надо было А вот Все он ушел Все Вижу Клеточку Вижу Вон она Сейчас я это уберу Тогда вон она В задней части клетки Задняя По всем фронту Задней части клетки Находится сетка Десять Пятнадцать Двадцать Сантиметров От края От края А там Находится брусок И вот Задняя стенка Наклонная Из поликарбоната Сейчас мы это снимем Обязательно снимем Чтобы было видно Вы записали Что 30% кала По площади 70% У задней стенки Да В одном месте Она ходит В одном И она может От этого угла Сантиметров Двадцать Побольше У нее так А потом Она бегает Если Наклонный пол 5 сантиметров На Расстоянии 70 7 сантиметров Площадь пола И 5 сантиметров Брусок Между задней Стенкой И перед Вот Впереди Чтобы наклон был 5 сантиметров А Брусок просто Мне пришлось Подкладывать Они сделали На одном уровне Если бы Они этот брусок Прибили бы Было бы нормально Вот эти бруски Должны внутри А те Должны снаружи Вот Валь Посмотри Вон она Весь брусок И вот Кал Остается Но он спадает Валь Согнать ее Кролика Ну-ка иди Ты сволочь Курва Это карли Мне подарили 7 штук 6 маленьких И самку Но я уже Трех подарил Вот три остались Самца По-моему То есть Задняя стенка Она наклонная Наклонная Она наклонная Для того Чтобы сверху Которые гадят Чтобы это скатывалось Да Вот она Видите И по наклонной Сделал срез На этом Еще раз Покажите ее И давайте Вот она На первый И второй Ярус Она скос имеет Согласно Задней стенке А задняя А верхняя стенка Прямая Ну понятно Вот она Понимаете И все Поставьте Поставьте Средний ярус Наклонную Наклонную Вот Ставлю Я ее тут Я еще там Уголки Они у меня В мешке лежат Вот В мешке лежат Вот это вот То есть это Ограждается Маточник Маточник Там В себе Обогревает Пухово Он очень Теплоемкий И при морозе Если все нормально Они Ну конечно Не на Ветру Правильно Все таки Укрытие должно Быть какое-то Вот и все Ну вот могу Еще вот Одну положить И они Все одинаковые Взаимозаменяемые Понимаете Получился Вот такой Маточник Да Вот Маточники Пожалуйста Сейчас Тут сидит Молодняк Вот Маточник Гнездовье Гнездовье Да Гнездовье И верхний ярус Потом Сейчас Уберем И вы Увидите Что кролики Бегают Свободно 4 месяца Их Забивает Валь И все А здесь На полу Лежит Шифер Шифер Да У меня Первая клетка Была С доской Из досок Обрезная доска Со щелями Но было Всегда В сух И здесь Везде сухо Кал валяется 30% Можно Неделю Не убирать Валь Ты веришь Вот неделю Не убираю Ну так вот Что один день Что два дня Что три Видимо Бегают Валь Они Сшибают Что-то распихивают Что-то поедают Ну поедают Влажные Только Валь Игорь Иванович А где Крыло Крыло Где Смутка А вон лежит Упало Ух ты Упало Вот у меня Уборка Навоза Можно Щетку Но я люблю Мне денег нет На щетке Я крылом У меня крылья Много Гусей Много Я режу И вот крыло Очень удобно У меня На русской На закнетке Русской Печке Крылья Когда Обтрепаются Я их сжигаю Ну а здесь Вот они у меня Вот Смел Сухо Пол У кроликов Сухой И могут проверить Если кто Недоверчивый Кто Сомневается Сделайте Такую клетку Не то что Клетку Положите На сетчатый пол Под наклоном Шифер И убедитесь Я сметаю Вот влажный кал Влажный кал Здесь Разлита была вода Вода Поилки Перелил И вот она Подмокла И кал Прилип К полу Но Мочиться Он здесь не будет Все У кроликов Никогда Она По центру Клетки Не мочится Калится Да 30% Кала Разбрасывает Остальное Все там Это уже Все Природой Заложено У него Природой Поилки Мне еще Не доработаны То есть Никак не доработаны Их делают Мне Квадратные На две части Будут Мне это не интересно И ниппельные Не хочу Может потом Сделаю Ниппельные А почему Ниппельные Ну не знаю Я пока сейчас Я все равно сделаю Они их сосут Дай Боже Ну вот Ниппельные Работает хорошо Ниппельные Вот Но Если у кого-то Мы уже говорили У кого-то есть сетчатые клетки В изобилии То можно делать Можно делать Вот такие клетки Сдвинутые Сейчас вы их зафотографируете Да Вот можете Заснять Бункера Вон они Вот видите То есть здесь получается Как бы два типа клеток Одна с задней наклонной стерки А другие А другие просто сдвинутые Сдвинутые Это самое И вот они Пожалуйста Перед вами Карликовый Пол Не наклонный А ровный Потому что Не нужно сейчас ее поднимать Мы потом поднимем Ладно Мы все подняли Вот она Но Везде пол сухой Вот она Ну нет таких клеток Делай деревья Я считаю Такой Вот у тебя есть такая возможность Да Хочешь таких клеток По 200 рублей Хочу Пожалуйста Газель присылай Так коммерсанты Давай про кроликов сначала Ага Рефлекс мочится у кроликов На подстилку И я вот стараюсь Заднюю часть Когда сажаю кроликов Вот Вот ты можешь Знаешь Вот Видишь Вот Вон там Ну сухо Вот хоть Ты зарезь себе Хотя некоторые Начинают сразу Как цедеволок Блин Да это будет сыро Брана так надо Пусть гуляют Конечно Валя Ну это же Папочка твоих Или братик твоей Там не знаю кто Брат скорее всего Наверное Эти нутриевые клетки Приспособлены До содержания кроликов Молодняка Что хотите Держите Ну они сдвинуты На 15 сантиметров Вот они Перед тобой То есть все падает Вот сюда И потом здесь чистится Да Я не чищу Раз в году Я ленивый По натуре Сразу Можешь так написать Я по натуре Ленивый Работать Мне не хочется Ну на кой Черт Я этот навоз Буду убирать Раз в неделю Валь Может никакого здоровья Не хватит За год Она не наполнится Согласен А потом То есть вот до сюда Сделан Сделан пол По которому Ходят кролики А здесь Сетчатое дно Где они Мочатся И туда же 70 процентов Кала А 30 по полу Вот и все Но пол должен На 70 сантиметров Пола Пола На 70 Вот этот Шиферной доски 5-6 сантиметров Передняя стенка Должна То есть Ну наклон Наклон Наклонный пол Понятно Вот и все Ребят Я многие знаю Как вы держите Николаевич Мы на фанере Делаем А где они Калятся И мочатся У нас Дырка Сетка Раз А маточник А маточник Вставная доска Я говорю А ты давно Ну я что У тебя 5 лет назад Я что Не посмотрел А я думал Что он придумал Оказывается Он у меня Посмотрел Я автор Ты тоже Качай Это я придумал Я вот так Крупными буквами Напишу Автор Золотухи Вот Попробуй Не напиши Я тебе дам Подстилки Ребятушки Честно Я говорю Что вот Я просто Вот Почистить Вот она Вот они Тут Сухой кал Как вытащить Там Да всякое Такое Прочее Когда здесь Кормят В конце концов Если комбикормом Люди кормят Мелкую пыль Оттуда Встряхнуть Для турб Конечно Валь Это сам Даже и говорить Нечего И я Ты знаешь Не стал я делать Металлическое Трудно Сетка Легко А я сейчас Сюда Полосу Железа Придумайся Ну опять же Не сделай Я ленивый И потом Я же Каждый день Кормлю И ты Наверное Каждый день Лазишь Каждый день Все Это задняя стенка Наклонная По которой Скатывается Кал И моча Вниз Ну вот и все Ребята А я тут Застыл Тут же Цел мешок Не дали А ты знаешь Расходы Сколько так То коробку Перелезать Ты хоть Донесешь Там же 20 кг Не меньше Левой рукой Поднимай Запросто Наклонная Продолжение следует...